Ну что, всем привет. Значит, я попробую рассказать про то, что было в НЛП. Мне тут с утра сказали, что в НЛП произошла революция. Я был несколько удивлен. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что вообще в целом происходило. Пожалуйста. Значит, agenda. О чем я хочу рассказать, прежде всего, это... Значит, я немножко, прям три копеечки расскажу про MIPS. Я там тоже был. И там, на удивление, рассказали много про НЛП. Ну, много в контексте MIPS, это так 10 статей. Это прям много для MIPS. Соответственно, я расскажу про тренды. И про то, что было реально важного, на мой взгляд, в области за прошедший год. Ну, уже почти прошедший осталось там чуть-чуть. Значит, прежде всего, значит, у нас есть... На NIPS было нескольких интересных статей. Прежде всего, хочется сказать про статью, которая называется On Dimensionality of Word Embeddings. Это, на самом деле, такая давняя мечта. То есть, можно посмотреть, если кто-то помнит, еще когда вышел GLOVE, это, не помню, 14-й год или 15-й, там было небольшое исследование о том, как Dimensionality влияет на различные свойства Word Embeddings. Ну, Word Embeddings, прежде всего, Word to WEC, GLOVE в контексте той статьи. И там было показано, что оно действительно как-то влияет. Но никто хорошего, такого мощного исследования не проводил, как это реально сделать. Какое есть влияние. И вот в этом году на NIPS одна из статей в мейн-треке, даже с oral presentation, что вообще небывалое дело, они показали, что можно построить такой фреймворк, сейчас все делают фреймворки, они тоже сделали фреймворк, того, как, собственно, сделать, подобрать размерность вашего Word Embedding. Ну, сразу скажу, от 200 до 300 все так и осталось, но теперь можно сказать, что вот, да, именно 200-300 – это то, что реально нужно. Причем там можно будет понять, конкретная величина, какая она и лучше. Я для этой статьи не прислал никаких слайдов, не сделал никаких слайдов, потому что там много-много формул, и эти формулы всех только напугают, поэтому, если что, в конце будут ссылки, вы просто откроете статью и все посмотрите. Значит, на удивление, опять же, в этом году было много, ну, много – это, наверное, 3-4 статьи про топик моделинг. Это, на мой взгляд, тоже очень интересно. В прошлом году ничего такого не было. Вообще топик моделинг как-то не выглядит сильно живой областью в плане того, что там не происходит каких-то прорывов, на мой взгляд. То есть я, наверное, всего не знаю, и со мной люди поспорят. Но смысл в том, что в этом году на НИПСе несколько статей про топик моделинг, и это прям для меня было сюрпризом. Про них я тоже подробно рассказывать не буду, потому что топик моделинг – это классический топик моделинг, это формулы, 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 много разных гауссиан. Интересно только специалистам по топик моделингу и тому, кому нужно срочно что-то где-то получить, какие-то темы. Что я хочу рассказать про НИПС – это вот эта статья, которая называется Neural Ordinary Differential Equations. Соответственно, это вот что-то такое. Что здесь происходит? Обычные нейронные сети, они в принципе представляют собой набор из очень большого количества линейных преобразований. И нелинейности, которые сверху налеплены на эти линейные преобразования. То есть нейронные сети – это в принципе линейные модели, ну, в некотором отдаленном приближении. А в этом году на НИПС вышла статья, которая стала одной из лучших, одной из пяти лучших статей на НИПС, которая показала, что можно построить фреймворк, фреймворк, на котором мы можем вместо подбора линейных функций подбирать, соответственно, дифференциальное уравнение. То есть мы можем дифференциальным уравнением описать какое-то нужное нам явление. Они показывали это на временных рядах, но мне кажется, что это для каких-то вещей, в том числе, наверное, для NLP, собственно, почему я это вынес. Это будет важно. И здесь можно посмотреть, то есть если мы обучаем обычную нейронную сеть, вот левая картинка слева, можно посмотреть, мы видим, что там достаточно плохо что-то описано. То есть мы описываем какие-то отдельные маленькие кусочки. Если мы описываем дифференциальными уравнениями, там уже получается полностью описанное поле, где можно выбирать какие-то решения. Кажется, что это чуть более эффективно. Вот здесь справа картинка, соответственно, здесь тоже про подбор уже не линейной функции, а какой-то там дифференцируемой. Здесь чуть-чуть подробнее про то же самое. То есть мы вместо того, что там предсказываем по точечкам, пытаемся подогнать какую-то комбинацию линейной функции, мы теперь берем и говорим, что вот мы приближаем таким-то дифференциальным уравнением и просто подбираем вид уравнения, как в курсе дифферов вас учили в институте. Действительно выглядит очень прикольно. Какое получит применение, пока непонятно. Надеюсь, получит. Ссылка опять же есть в конце. Если заинтересовались, то все ссылки я постараюсь дать. Следующая вещь, про которую я хочу рассказать, она несколько отличается. И на мой взгляд она супер важная. Если вы вдруг не следите за областью, то в NLP есть такой передний край всей области, который называется Machine Translation, то есть автоматический перевод. Область автоматического перевода началась еще в далеких 50-х годах, когда американцы хотели разбомбить Советский Союз, для этого активно слушали, что там в Советском Союзе говорят. Нужно было это переводить. Тогда не получилось. Получилось где-то там, не знаю, года, наверное, 3 назад начало получаться. И вот в прошлом году компания Microsoft выпустила работу, в которой они заявили, что они достигли human parity on news translation. То есть они переводили новости с китайского на английский, вроде как с качеством, как у человека. Это произвело, ну, фурор не фурор, но лично для меня было большим сюрпризом. Это очень серьезная заявка. Это растащили все СМИ. Это было действительно очень важно. И вот в этом году на конференции EMNLP, которая является, наверное, крупнейшей по именно NLP, она в этом году была в Брюсселе. Соответственно, в этом году на этой конференции выступили люди, если не ошибаюсь, это была группа Рика Сианриха, которые сказали, что вот то, что они достигли, да, они, конечно, достигли, но то, что они достигли, является на самом деле не достижением human parity на machine translation, а это просто не совершенство метрик. То есть как читать вот эту вот картинку? Эту картинку можно читать следующим образом. У нас есть, соответственно, две колоночки. Желтенькая, в смысле оранжевенькая, и синенькая. Можно посмотреть, что по оранжевой картинке получается, что у нас на adequacy, то есть на том, насколько машинный перевод адекватен с точки зрения человека, он получается примерно так же или даже чуть больше адекватен, чем человеческий перевод. Та это означает одинаково. То есть показывал людям перевод, оригинальный текст перевод, и человек оценивал, насколько перевод хорош. И вот получается, что машинный перевод даже лучше. Это все хорошо. Единственная проблема, что эта оценка, она традиционно проводится на уровне предложений. То есть одно предложение действительно машина научилась переводить хорошо. Но когда мы переходим на следующий уровень, уровень всего текста, документа, вот тут начинаются проблемы. Какого рода проблемы? Проблема в том, что на уровне документа машинный перевод показывает полную ерунду. Он показывает, что одна и та же сущность, название компании или один и тот же человек, может быть переведен пятью разными способами в течение одного текста. И на этом уровне можно заметить, что у нас получается, что human гораздо лучше, чем машина справляется. Но это по обеим метрикам. То есть можно заметить, что машинный перевод все еще на самом деле пока не достиг того качества. Был задан вопрос, а когда же достигнет. На это Рико ответил, что that was a five-year problem for quite a time. То есть это было проблемой пяти лет. В течение какого-то времени я тоже не скажу, когда это достигнут. Кажется, что вот-вот, но когда реально, я пока затрудняюсь сказать. Вот, это, пожалуй, важное. Следующее. Значит, какие тренды? У нас трансформеры, трансформеры просто везде. Ну, наверное, вот не совсем такие трансформеры, да, но в целом какие-то такие. Соответственно, про трансформеры расскажу чуть позже. Что у нас из реальных трендов еще? Помимо того, что везде стали применять трансформеры, даже, кстати, мы применили трансформер для суммаризации. И нашу статью уже приняли на ESIR. То есть в следующем году выйдет статья про применение трансформеров в суммаризации. Ну, как минимум, одной из. Соответственно, что суперважно, это unsupervised притрейнинг. То есть это, в принципе, тренд, который уже был, но он сейчас больше и больше развивается. Больше и больше развивается в том смысле, что его стали применять просто везде. Я там чуть дальше расскажу об этом подробнее. Но смысл в том, что для любой задачи, если у вас есть возможность применять, допустим, language modeling, то вы получите прирост. Обычно везде получается прирост, если вы применяете какие-то unsupervised притрейнинг. То есть текста без разметки у нас миллионы, тонны, у нас сотни тысяч всего этого есть. Можно с этим работать. Что является трендом вот этого года, это auxiliary tasks и auxiliary tasks именно в случае дискриминаторов. То есть мы применяем дискриминатор как некий дополнительный task в случае unsupervised. То есть что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Допустим, у нас есть word embedding. И мы пытаемся понять, вот этот word embedding относится к какому-то определенному домену. Например, он относится к научному домену или относится к разговорному домену. Мы заранее можем этого не знать. То есть у нас в нашей разметке этого может не быть. Но у нас есть некий дискриминатор, который нам это подсказывает. И вот с помощью дискриминатора мы можем это выучить, вложить это в модель и получить действительно прирост. На эту тему было довольно много статей. Есть обзор от меня же того, что было на EMNLP. Ну, есть не только от меня, безусловно, можете смотреть где угодно. Но от меня просто можно этот тренд явно заметить. И последнее, что хочется отметить, ну, это на мой взгляд важно, это пока еще вот только-только появляется. Есть только две статьи на эту тему. Unsupervised summarization. То есть суммаризация текстов без, собственно, им наличия суммаризированного текста. Это только начинает появляться. И я надеюсь, что в следующем году это будет основная, ну, как бы один из таких заметных трендов. Хорошо. Немножко страшного. Это единственный страшный слайд во всей презентации. Так что можно расслабиться. Вот это, на мой взгляд, очень важная штука. Если вы, опять же, знакомы с областью machine translation, то вы прослышали про BPE, byte-pare-encoding. Если вы не знакомы, то в двух словах что происходит? Byte-pare-encoding – это способ разбивать слова на sub-war units, на некоторые меньшие токены, чем слова. Таким образом, чтобы выделить какие-то информативные части. То есть, условно говоря, корень, условно окончание являются независимыми токенами. Потому что окончание у нас характерное для, не знаю, целой группы слов. А корень характерен для той же группы слов, только уже другой. То есть она уже может быть для разных частей речи одна и та же, один корень. А для разных слов одной части речи у нас одно окончание. Мы вот такие вот куски, кажется, очевидно, можем выделить. И это много пытались сделать с помощью каких-то морфологического анализа. Это до сих пор существует, развивается. Но, на мой взгляд, вот BPE и вот эта работа, которая называется Unigram Sampling, совершенно ни о чем не говорящее название, на мой взгляд, но супер важное. Она позволяет нам выделить из слова вот такие части без имения какой-то разметки, без понимания того, что это в языке, что там есть, как он устроен, что такое мы просто статистически выделяем какие-то куски. Вот эта работа, она развивает BPE за счет того, что вместо того, что мы учим энтропию, мы минимизируем энтропию для разбиения, мы здесь ее тоже минимизируем, но здесь мы подбираем некоторый набор вероятности. Мы максимизируем вероятность. То есть это фактически как Language Modeling работает. Это работает как Language Modeling, и это следующий шаг в, соответственно, ансупервайзе разбиение слов на токены. Можно посмотреть, оно действительно дает существенное улучшение на задачи машинного перевода. Как я говорил, машинный перевод – это передний край NLP, туда вкладывается очень много ресурсов. И вот на задачи машинного перевода это дает существенный прирост. Два попугая. Не будем останавливаться на том, что это попугаи, но тем не менее. Окей. Следующая немножко страшная картинка. Это то, что, наверное, тоже все слышали про тот, кто интересуется NLP, OLM-FIT. Это идеологически связанная работа со всем тем, что сейчас происходит. История такая, что у нас есть Language Modeling Pre-Training, то есть мы сначала тренируем какой-то Language Modeling, мы предсказываем следующее слово. После этого мы пытаемся сделать какой-то Fine Tuning, и дальше мы делаем уже классификацию. То есть мы сначала учим Language Modeling, как учим, сейчас расскажу. И дальше мы уже решаем конкретный downstream task, то есть конкретную задачу, например, классификация текстов. Ну, прежде всего, классификация текстов, это как раз для классификации показано. И на этом классификаторе мы получаем, собственно, прирост за счет того, что мы имеем вот этот Language Modeling. Давайте я покажу, что происходит. То есть у нас есть большое количество трюков, которые мы здесь имеем. Это из того, что хочется показать, это, соответственно, вот такой вот Learning Rate, довольно интересный. Это хитрый Max Pooling. Точнее, не Max Pooling, а хитрый Pooling всего на свете по самой модельке. Так называемый Gradual Unfreezing. Это когда мы берем разные слои и постепенно их оттаиваем. То есть мы сначала оттаили верхний слой, потом два верхних слоя, потом три верхних слоя. И вот так вот постепенно их оттаиваем для того, чтобы улучшить нашу модель. Соответственно, дальше что у нас? Какие результаты здесь появились? Результаты получаются следующие. Что у нас качество за счет вот таких вот набора трюков растет. Набор трюков супер простой. И эта модель кажется, соответственно, супер простой. Но именно набор трюков можно применять не только здесь. Окей, мне уже машет, что пора заканчивать. У меня буквально последний слайд. Последний слайд следующий. BERT это то, что сейчас является, пожалуй, самым лучшим достижением в области NLP. Именно в Word Embedding. Это конституционизированные эмбеддинги. То есть эмбеддинги, которые работают с контекстом. И у нас получается, что BERT, перед ним вышел OpenAI GPT. И тоже известный ELMO. Вот OpenAI GPT и BERT это оба трансформера, о которых я уже говорил. Только BERT отличается обучением и тем, что он двухсторонний. И ELMO это LSTM. BERT чуть побыстрее. Он все еще очень большой для Word Embedding. Но тем не менее. У нас получается... Так, про трансформер тогда пропускаем. Как он устроен? Быстренько. Специализированные эмбеддинги. И, пожалуй, давайте прямо сразу к результатам. Результаты вот такие. Получается, что BERT улучшает все. И это сейчас действительно стоит вузаарт по всем эмбеддингам. То есть читайте BERT, используйте BERT. Он уже доступен для русского языка. Можно использовать Welcome. Это, естественно, ссылки в статье. Я думаю, будет выложена презентация. Спасибо за внимание. Благодарим Валю.